Девчонки, всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня я поделюсь с вами продуктами, которые я не куплю. Что за бред, спросите вы? Сейчас я все объясню. Как вы знаете, каждый год в сентябре косметические компании выпускают новые продукты, чтобы аккурат к Новому году додавить вас многочисленными блестящими отзывами и заставить вас-таки что-нибудь купить. Многие продукты лимитированы, что опять-таки нагнетает ажиотаж, и мы торопимся купить все это добро, пока оно не распродалось навсегда. В прошлом году блогер Кимберли Кларк здесь на YouTube запустила очень классный тренд, который называется Anti-Hall, о продуктах, которые рекламируются на каждом углу, но которые Кимберли не планирует покупать, и она объясняет почему. Главный посыл этих видео — остановить повсеместное потребление и донести, что несмотря на то, что блогеры кричат о том, что вам нужны эти продукты, что они не могут без них жить, на самом же деле на этой косметике свет клином не сошелся, как и на любой другой косметике. Кроме того, ее видео направлены также на поддержку тех, кто финансово не может себе позволить что-то купить. Никто не должен чувствовать себя каким-то ущербным, если у него нет в коллекции палетки Naked. На прошлой неделе я ходила в американскую C4 на старт продаж новогодних лимиток, и мне удалось попробовать некоторые продукты. Так что я решила снять свою версию антипокупок и поделиться с вами продуктами, которые я не буду покупать, несмотря на всю рекламу и ажиотаж вокруг них. Ну и, конечно же, по каждому пункту я объясню, почему я не буду покупать этот продукт и почему я считаю, что, возможно, вам они тоже не нужны. Для начала маленький дисклеймер. Я люблю многие бренды, о продуктах которых я сегодня буду говорить. Речь идет о конкретных продуктах, которые лично я, лично себе не хочу покупать. Этим видео я предлагаю вам примерить эти причины на себя, и, возможно, вы увидите в них что-то релевантное для вас тоже. Также я не хочу обидеть никого, кто уже купил и любит эти продукты. Как говорится, you do you. Если вам нравятся эти продукты, то это просто замечательно, и я очень рада. Ну что, поехали? И первый пункт — лимитка от Too Faced, который называется Boss Lady Beauty Agenda. Почему я больше не покупаю лимитки от Too Faced? Они все одинаковые. Каждый год компания выпускает эти безликие наборы, дворцы, кафе, концентрируясь на милой и симпатичной упаковке и оставляя качество самого продукта на второй план. Если у вас есть одна лимитка Too Faced, то считайте, что у вас есть все. В американском бьюти-сообществе уже давно есть шутка про палетки Too Faced. Она называется Random Purple, то есть рандомный фиолетовый. В каждую палетку компания опихает все те же базовые и коричневые в поразительном разнообразии и до кучи шлепает один-два ярких оттенка, которые совершенно не вяжутся ни с темой палетки, ни с другими цветами. Будь то фиолетовый, яркий розовый, сиреневый. Что касается качества самих палеток, то это просто... У меня тут лежит лимитированная палетка Too Faced Niki Tutorials. Тени слабо пигментированы, шиммеры летят на все лицо во время нанесения. А что касается вот этих пудровых продуктов для лица, то по качеству они даже близко не стояли с полноразмерками регулярной коллекции. Очень часто компании клепают новогодние лимитки в Китае. Сделал, продал, получил прибыль и забыл. Кстати, как правило, эти новогодние лимитки ближе к весне выходят просто в огромные скидки. В наборе этого года Lady Boss Beauty Agenda меня привлекает только тетрадь-планер и жидкая матовая помада в оттенке Sellout, которая идет в комплекте. Помада классная, но она у меня уже есть. Планер я бы купила баксов за 10, а все остальное мне не нужно. Тарт-тарт. Вот смотришь на такие наборы и такое чувство, что за свои деньги получаешь просто огромную кучу продуктов. Тут и тени, румяна, хайлайтер, бронзер, помада, подводка, тушь, суповой набор, что еще нужно. Но Тарт постоянно грешит тем, что штампует свои новогодние лимитки в Китае. Им не нужны хорошие отзывы, им не нужна какая-то долгосрочная перспектива постоянной продажи этих продуктов. Им нужно продать свой сток, получить прибыль и убрать папочку в дальний ящик и забыть, что у них вообще это добро когда-либо продавалось. В прошлом году я соблазнилась и купила вот этот набор от Tarte. Пользуюсь я им, нет, практически никогда им не пользуюсь. Что касается самих теней, то их качество далеко не такое же, как их теней из регулярной коллекции в тех же палетках-тарталетках. Выбор оттенков тут кажется, что да, тут есть даже что-то такое интересное, розовенькое. Я как раз поэтому и купила, что-то есть розовое, что-то синее. Но на самом деле на глазах оно все совершенно не играет, и на глазах это просто обычная базовая палетка, еще и не самого лучшего качества. Так что если вы ищете какую-то хорошую нейтральную палетку, то лимит китар новогодний, сделанный в Китае, это точно не то, куда нужно смотреть. Продукты для лица какие-то очень меловые, твердые. Вот эти вот два еще ничего оказались, но посмотрите вот на эту огромную бандурину, которая просто, не знаю, кошмар перфекциониста. Она не влазит ни в одну систему хранения, она не будет красиво стоять с топочкой и с вашими другими какими-то палетками. Вот то, что я могу пользоваться вот этими двумя продуктами, совершенно роли никакой не играет, потому что, не знаю, о чем я думала, но я никогда не полезу в шкаф вот за вот этой вот огромной фигней, чтобы намазать на себя вот эти вот два маленьких продукта. И на столе я тоже не буду ее хранить, потому что она у меня тут займет, не знаю, все место ее, разве что можно вот так вот красиво поставить куда-нибудь вот на задний план и любоваться. Мне кажется, такие наборы имеют смысл, если, например, вы едете куда-то в путешествие, и вы берете с собой всю вот такую вот штучку, сюда кладете там какие-то мини-версии продуктов, и вот у вас ваш готовый набор для нанесения макияжа, но, к сожалению, из всей палетки мне понравилось там буквально полтора продукта. Очень хотела я его вернуть, но что-то у меня все руки не доходили, я думала, ну, надо еще попробовать и так, и сяк поиграться. В результате очень много времени прошло, я уже истратила на себя вот эти вот миниатюрки, которые были здесь в комплекте, ну, и решила, что ладно, уж черт с ним будет, это мне уроком. Здоровое колесо румян, тоже от Tarte. Это вообще какой-то кошмар, это, простите, вот такая вот здоровая хреновина, которую можно разве что на стену повесить, как картину. Размер был бы меньшей проблемой, если бы продукты внутри были достойного качества. Конкретно Big Blush Book Volume 3, то есть лимитку этого года я еще не трогала, но я имела опыт общения с Volume 2, то есть с предыдущим таким большим колесом. Обычные румяна Tarte делаются в США, а все эти лимитки делаются на других фабриках, в другой стране, угадайте в какой. То есть это не будут те же румяна, что в полноразмерках. Если бы это были те же румяна, то я бы первая встала в очередь и купила бы это огромное колесо с кучей румян по цене там двух или трех. Конкретно во втором этом большом колесе продукты даже близко по качеству не стояли вот к этим регулярным румяном Tarte. В прошлом году я купила вот эту вот лимитку Tarte, это тоже набор румян. Я ее купила, потому что в ней румяна по качеству оказались более-менее похожими на обычные. Это колесико тоже сделано в Китае, но качество у него оказалось лучше, чем в Big Blush Book Volume 2. Что будет с огромным колесом этого года, пока сложно сказать, но рисковать мне, если честно, как-то не хочется. Тем более вот такую вот здоровую штуку, это я уже могу представить, это кошмар просто какой-то, где ее хранить, как ей пользоваться, как ее тут себе на стол пристраивать. Наташа Динона. Речь пойдет в целом о тенях данного бренда. Что тут можно сказать? Наташа, Наташа. Динона. Наташа издевается над нами? Ничего не хочу говорить плохого конкретно о тенях, сами тени мне понравились. Пигментированные, чуть-чуть цепучие, что для меня лично не проблема. Если бы мне кто-нибудь купил эти тени, то я бы с радостью ими пользовалась. Собственно, у американских блогеров мы примерно такую же картину видим. Им палетки подарили, они ими пользуются. Я бы тоже пользовалась. Я уже говорила? Они дорогие, но вы получаете так много продукта, там аж целых 70 грамм теней, вам хватит их на всю жизнь. Это так, но мне не нужно 70 грамм теней. Это не мука для выпечки, это не детская присыпка, это не пудра для лица и даже не румяна. Это всего лишь тени для век на два маленьких глаза. Дабы не быть голословной, я как-то находила пост в блоге одной девушки, которая с очень точными весами считала, сколько грамм теней она в среднем тратит за одно нанесение. Также есть замечательный сабредит, куда люди выкладывают фотографию своих полностью или частично использованных продуктов косметических, в том числе палеток. Не спрашивайте зачем, но такое есть, я оставлю ссылку на это дело под видео. Так вот, несложная, но очень занимательная математика показывает следующее. Если учесть, что у Наташи Диноны довольно сыпучие тени, то в среднем вы будете расходовать больше продукта за одно нанесение, чем в случае с какими-то более твердыми тенями. Также допустим, что каждый свой макияж глаз вы делаете с совмещением и наслаиванием нескольких оттенков. И допустим, что такой полный инстамакияж вы делаете каждый день. В таком случае палетки Наташи Динона вам хватит на... Как вы думаете? На вскидку, просто прикиньте. При ежедневном использовании 7 дней в неделю, с учетом того, что каждый божий день вы делаете макияж глаз, такой полный инстамакияж только этой палеткой, то палетки Наташи Диноны вам хватит на 7 лет. Да, вы не ослышались, 7 лет. Одна и та же палетка, каждый день, без выходных. Допустим, по выходным вы не краситесь и краситесь только 5 дней в неделю. В таком случае 7 лет превращаются в 10. А если вы краситесь по принципу чуть-чуть затемнить складочку и добавить капельку шиммера на подвижное веко, и не 5 дней в неделю, а допустим 3-4, то ваши 10 лет превращаются в завещание, по которому ваша драгоценная палетка перейдет торжественно в наследство вашим детям. Готова поспорить, что эта палетка вам осточертеет уже через год каждодневных макияжей только ей. Я уже не говорю о банальном сроке годности. Палетка поменьше Sunset, которая как раз сейчас очень популярна, при щедром ежедневном использовании израсходуется у вас за 4 года, 5 дней в неделю, более чем за 5 лет. Кстати, если придерживаться такого же расчета, то большая палетка Naked у вас израсходуется полностью через полтора года. Мне кажется, это очень оптимистичный расчет и на самом деле палетки хватит намного дольше. Так вот, все, кто говорит, что палетки хватит надолго, если вы не визажист и не красите ежедневно по 10 человек одной и той же палеткой, то эта палетка у вас протухнет раньше того, как вы успеете оценить все прелести большого количества теней в рефилах. Так что нет, Наташа Динона, если ты сделаешь палетку с количеством теней раза в 4 или 5 меньше, чем в твоих текущих палетках, что соответственно отразится на цене, то я первая буду стоять в магазине и трясти купюрами. А так, нет, спасибо. Давайте немного окунемся в захватывающий мир масс-маркета и посмотрим, что делается там. А там делаются палетки NYX Element по 30 долларов за штуку. Сколько? NYX? Компания выпустила 6 палеток, соответствующих стихиям. Вода, огонь, земля, воздух, ветер, воздух, ветер, воздух и металл. Металл тоже стал стихией. В каждой палетке был представлен свой популярный бьюти-блогер, который промотировал конкретную стихию. Возможно, компания как-то сильно потратилась на спонсирование блогеров, потому что сами тени довольно средненькие. Слабо пигментированные, шиммеры нужно наносить пальцем. Даже если бы там было какое-то крутое качество, я просто отказываюсь поддерживать трансформацию NYX в бренд премиум сегмента. Откуда вообще такая цена взялась 30 долларов за NYX? 15 долларов, там я еще могу понять, ну 20 с натяжкой, ну не 30. За эти деньги можно купить Лорак Про или даже тоже Urban Decay, да много чего можно купить. Можно две палетки взять вот этих вот от Colourpop. Шикарные палетки, просто отличные. KKW Beauty набор для кремового скульптурирования. Я, конечно, понимаю, что это Ким Кардашьян, это там скульптурирование, да, это все логично, и я понимаю, почему они это сделали. Но откуда такое жмотничество с количеством продукта, Ким? У меня просто глаза на лоб лезли, когда блогеры в первых обзорах выкручивали вот эти вот маленькие писюлечки с продуктом. Сам скульптур именно темный оттенок, пусть он там восхитительно хорош, но такую милипусечку реально измазать на себя буквально за пару месяцев. Это первое. Далее, кисть в наборе, это просто какое-то недоразумение из игрушечного набора косметики. Цену она увеличивает, но полезности от нее... Продолжаем. Купить себе чудо можно только на официальном сайте. Я сейчас, наверное, прозвучу какой-то избалованной ханжой, но вернуть эту штуку нельзя, если она вам не подойдет. Все продажи финальные, как указано на сайте. Там прямым текстом написано, что продукт может вам не подойти, мы это понимаем, по картинке очень сложно выбрать оттенок, бла-бла. Но это ваши проблемы. Продукт нельзя нигде физически потрогать и посвочить, но если он вам не подошел, то его нельзя вернуть. Да даже только что 5 минут назад созданный заказ на сайте нельзя отменить. Кроме того, на все заказы, вне зависимости от суммы, Добрая Ким берет 9 долларов за доставку даже по США. Я боюсь представить, что там с доставкой в другие страны. Я тут купила набор для скульптурирования от нового бренда Рианы Фэнти. Цена почти такая же, продукта намного больше, нет ненужных дурацких кистей в комплекте. Ну, ненужные дурацкие кисти продаются отдельно. И что самое главное, продукт представлен в Сифоре. Это значит обмены, возвраты и другие прелести хорошего клиентского сервиса. Я, кстати, буду снимать видео с обзором на весь новый бренд Фэнти. Ну и сюда же до кучи набор кремовых жидких помад от этого же бренда. В простонародье просто блесков. Скука, скукотища. 4 нюдовых блеска за 45 долларов и 9 долларов за доставку. У меня просто нет какого-то благоговения перед благочестивым семейством кардашьянов. Но я просто не понимаю, как можно потратить свои честно заработанные деньги на такое. Они же все одинаковые на губах, да? Любой бренд в масс-маркете имеет кучу этих блесков нюдовых, одинаковых, похожих друг на друга. Вообще весь этот хайп вокруг этих брендов, Ким, Кайли, мне просто не хочется сидеться перед монитором, судорожно там обновлять страничку, пытаться сделать заказ в первые минуты, потому что столько будет, естественно, недостаточно на всех желающих. Заводы Colourpop, видимо, слишком медленно работают. Вообще со всеми этими условиями окончательной покупки, обязательной платой за доставки у Ким, за этими сложностями во время старта продаж, у меня такое чувство, что у Кайли и Ким просто не хотят, чтобы я покупала их продукты. Ну, они не хотят, и я не хочу. Сейчас у меня, наверное, полетят помидоры, но я все могу объяснить. Это палетка Naked Heat от Urban Decay. В США она продается уже несколько месяцев, а в России ее почему-то пока еще не завезли. Почему я не буду покупать эту палетку? Главная причина – Urban Decay немножко опоздали на красную вечеринку. Тренд на теплые кирпичные тени уже давно бушует на косметическом рынке, и мне кажется, уже все, кто серьезно увлечен косметикой, имеют в своей коллекции красную палетку. Лично я за последние несколько лет купила себе несколько красных палеток, и мне уже просто больше не нужно. Что касается самих теней от Urban Decay, у меня есть вся коллекция их таких длинненьких больших палеток, и что мне всегда не нравилось в этих палетках, так это отсутствие баланса. Я понимаю, что многие предпочитают шиммерные оттенки матовые, но у меня лично в ходу в первую очередь матовые оттенки, а шиммерные я использую как вспомогательные для высветления, к примеру, подвижного века, как сегодня. Кстати, все продукты, которые я использую в своем макияже для видео, я перечисляю ниже в описании. В больших палетках Naked буквально по 3 матовых оттенка, а все остальные 50 шиммеры. Спасибо Urban Decay, что после 4 больших палеток Naked они наконец-то сделали Naked Heat более сбалансированный в плане соотношения матовых и шиммерных оттенков. И даже больше, качество самих теней в палетке Naked Heat мне понравилось больше, чем качество теней в моих предыдущих палетках Naked. Но оттенки в самой палетке выглядят очень похожими друг на друга, то есть большого разнообразия палетка не даст. Также, хоть и качество теней в новой Naked Heat мне понравилось больше, чем в предыдущих палетках, все-таки тени от Urban Decay это далеко не самая моя любимая формула. Я предпочитаю что-то более пигментированное и шиммеры, которые не нужно там втирать пальцем или же смачивать для достижения того эффекта на веках, который мне нужен. Но я люблю яркий макияж и глаз, в жизни я ношу очки и за стеклами какая-то легкая растушевка просто не видна. Так что я всегда так жирненько крашу глаза тенями, просто потому что я так привыкла. Тени от Urban Decay прекрасны для новичка или же для тех, кто делает себе такие легкие ежедневные макияжи, но лично мне всегда с их тенями хочется чего-то большего. Вообще я заметила кое-что забавное о палетках Urban Decay, по-моему начиная со смоки все рано или поздно выходят на большие скидки. По-моему лимитки все точно, а из-за коллекции Naked смоки сейчас продается за полцены на сайте Sephora и Ultimate Basics большая, тоже я ее видела с скидкой 50%, но сейчас она продается за полную цену. Что будет с Naked Heat пока сказать сложно, но если честно я не удивлюсь, если через год их будут раздавать за полцены. Красотки, я надеюсь это видео вас развлекло, хочется добавить, чтобы вы делили все мои слова в этом видео надвое и относились ко всему с иронией. Я его сняла не чтобы просто поглубниться над продуктами, а чтобы с долей юмора отговорить себя и возможно вас от ненужных покупок. Когда я составляла список продуктов для этого видео, у меня получился просто огромный лист, так что если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх, чтобы я знала, что вам это интересно и снимала периодически еще подобные видео. Если вы случайно ко мне заглянули, то не проходите мимо, подписывайтесь, я выкладываю два ролика в неделю. И увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok